Лошадь это не просто животное. Лошадь несет в себе силу, красоту, благородство, грацию и преданность. Человек, который искренне относится к лошадям и чувствует влечение к ним, способен понимать этих животных. Ее значение в истории переоценить трудно. Это и средство передвижения, когда-то единственно возможное, и друженица в хозяйстве, и верный соратник в бою. Лошади воспеты в прозе и поэзии. О них сняты замечательные фильмы. Лошади прекрасны, в отличие от некоторых людей. А сейчас я расскажу вам очень трогательную историю. Меня она ужасно задела. Давайте послушаем. В городе Железногорск, Ильинский, Иркутской области, жители спасают брошенных лошадей. Скакуны остались на улице, в сильный мороз, без еды. Их подкармливают неравнодушные люди. Беззащитные, брошенные, эти лошади стали всеобщей болью для жителей города. Вы представляете, породистые скакуны превратились в бродяг, которые спасаются от голодной и холодной смерти. Они пытаются выжить, они едят землю и бродят возле городских свалок. Заглядывают в окна домов, а в сильную стужу мерзнут прямо на улицах. Конечно, люди неравнодушные и подкармливают их, чем могут. Но из-за того, что это питание нерегулярное и случайное, животные страдают. И они гибнут просто на глазах у людей. Хозяевами лошадей называют местных цыган. И почему вдруг этот табон оказался им не нужен, просто никто не знает. Но передать животных в добрые руки они почему-то не торопятся. На просьбу волонтеров отдать лошадей цыгане ответили угрозой. Из-за таких бродяг в городе может начаться антисанитария. И кроме того, лошади создают опасность на дорогах. Потому что большое и сильное животное, оно опасно для людей и даже для лошадей. Ведь сами лошади, когда ходят по городу, они могут создавать угрозу для общества, для движения машин. И они сами могут попасть в аварийную ситуацию. В ситуацию намеренно вмешивается администрация города. Она уже пыталась штрафовать нерадивых владельцев. Но это безрезультатно. А зоозащитники уверены, в таких случаях спасать животное нужно по букве закона. Если нет каких-либо вакцинаций, если нет сертификаций по заболеваниям, которые могут быть опасны для человека, вообще через суд ветеринарная служба должна добиться того, чтобы их взять, сообщает зоозащитник. Пока в городе собирают материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». В это время парнокопытные продолжают скитаться по мусоркам. И просто неизвестно, сколько лошадей доживет до следующего утра. «Друзья, честно, я не могу, это ужас какой-то. Вот просто как? Ну как так? Сердца вообще нет? Почему они совершили такой поступок? Почему такое наплевательское отношение? За такое должны наказывать. И просто так подобные вещи оставлять нельзя». У меня все. Простите за эмоции, но эта история просто настоящая боль. Продолжение следует...